Думала, что есть две вещи, которые меня в жизни очень сильно впечатлили. И хотя они очень простые, может быть, вы даже с ними встречались как символами, как с какими-то такими историями, но надеюсь, что мы по-новому на них посмотрим и увидим для себя какую-то вот такую новую глубину. И самое первое — это такой вот символ, это айсберг. Да, вот представляете, человек, который не видел айсберг, для него вот эта вот глыба, да, вот так вот примерно выглядит. И в школе, когда мы проходили, то айсберг, там у него 80% под водой, 20% над водой. И каждую личность можно сравнить с айсбергом. Каждый из нас — это айсберг. Вообще я узнала, вот с этим символом познакомилась в Дели в своё время, когда я участвовала в тренинге «Лидерство на основе самоуправления». И он мне очень понравился. А сейчас, когда вот я занялась гуманопедагогикой и стала с родителями работать, то тоже пытаешься разные образы использовать, чтобы что-то им объяснить. И вот на примере этого айсберга очень глубоко удаётся показать, как нужно с ребёнком, как можно с ребёнком, а как вообще не работает. Да, но мы все тут дети, да, поэтому я думаю, что мы можем это применить к себе. Получается, что если айсберг — личность я, да, айсберг, то вот в этих моих видимых 20% всё то, что представлено вот в моей внешности, в моей внешней проявленной жизни. Да, вот глядя на меня, например, вы можете сказать, ну, ей там за 40, например, а там она русская, ну, там, какие-то волосы, она тот-то по профессии. То есть, в принципе, да, какие-то, да, которые проявляются во взаимодействии, которые проявились на момент взаимодействия. То есть, вот это вот верхняя часть айсберга, эти 20 видимых процентов. Что невидимо остаётся, да, в отношениях каждого из нас? Хотя, когда отношения близкие, то мы иногда можем внимательно и бережно заглянуть и в айсберг другому, в глубину другого тоже человека. Там находятся мои таланты, мои убеждения, мои страхи, да. Меньше идут те, которые, ну, как бы не осознаются, что... Да. Или которые сознательно приедут. Какие-то из них, они в полупроявленном состоянии, какие-то совершенно нет. То есть, мой опыт общения с людьми, да, говорит, что, ну, 80, даже 90 процентов людей даже просто не то, что не решается в свою глубину заглянуть, а вообще избегает этого при любых условиях, да. То есть, нужно очень много мужества туда посмотреть, потому что там и очень большие сокровища, но и очень страшные вещи, да, теневая очень глубокая сторона. И можно пошевелить и то, а можно ненароком и то пошевелить. То есть, да, как вот нейрохирурги работают, например, на мозге, там один миллиметр, и уже результат изменился, да. Здесь то же самое. То есть, почему вот говорят, что люди опасаются вот этого духовного развития иногда, да, что, а что там с тобой будет? Поэтому, да, какие-то такие защитные реакции. Лучше никуда не ходи, лучше просто сиди, лучше делай то, что делали всегда, потому что это проверено и так далее. То вот есть две такие самые сильные вещи, которые двигают айсберг, и они находятся вот в глубине. То есть, да, мы все хотим свою жизнь менять. Как правило, мы не очень ею довольны. То есть, мы хотим этот айсберг двинуть, свою личность, чтобы она как-то изменилась. И чаще всего мы начинаем вот здесь. Там мы меняем женщину прическу, одежду, там мужчина улыбается, она туфельки купила, и она уже все по-другому пошла, выглядит. Ей немного не надо оказывать для радости. Это непонятно. Но у мужчин свои игрушки тоже, да, то есть там машины новые или там куда-то пошли, что-то там выпили, посмотрели. Ну, свои определенные вещи. Я пытаюсь дуть на айсберг и надеюсь, что он двинется, моя жизнь изменится. Да, но получается, что айсберг не двигается так, потому что айсберг двигает, да, в глубоководное течение. И чем больше я знаю свою глубину, тем больше я управляю своей жизнью, тем больше я в ней хозяин или герой, как мы вчера говорили, да, когда ходили на прогулку героя. Десять минут, пятнадцать минут чувствовать героем, да, когда я на этом сосредоточу, нетрудно. Но если я вступаю в отношения с близкими, и вдруг я и забыл, выпал, как пробки вырубила, и все, и у меня пошло. То вот знать эту свою глубину, уделять ей внимание, это значит, да, свою жизнь изменять. Вот этот свой айсберг двигать. Да, то вот в этой глубине есть, я для себя поняла, да, может быть, это моя точка и вам зрение подойдет, что самые сильные вещи, которые определяет мое состояние личности, их две, и это можно их определить, как ответы на два вопроса. Первый, кто я? Или кем я себя считаю и чувствую? Кто я? Да, и второе, чего я хочу? Какие мои мотивы? Какие мои устремления? Какие мои желания? Да, на хинде эти два слова называются, да, кто я? Сознание себя, это смрити, смрити. И второе, да, это устремление или мотивы, это врити. С этих вещей начинается все. То есть, вот когда мы сидели, да, по утрам, в шесть утра, почему мы вот к этому приходили? Я душа. Костюм тела пробовали снимать, ощущать это. Потому что это влияет на все, и я хочу сегодня вам вот этот такой подарок, и индийский, и не индийский сделать, да? И этот подарок, он вот заключается в нескольких словах. И самое первое слово, это слово смрити. Вот смотрите, мы возьмем какое-нибудь смрити и попробуем посмотреть, как оно влияет на всю мою жизнь. Дальше пойдут еще четыре слова, и они все на хинде звучат похоже. Смотрите, смрити, можно посмеяться, врити, дальше будет дришти, Дришти, дальше идет Крити, и последнее будет Сришти. А мне нравится, это как с детьми звук С, когда проходишь на английском, и когда говоришь Три, а у них Три не получается, получается другое слово, то они очень веселятся. Я говорю, дети, то туалетное слово, это другое. Три. Здесь тоже что-то похожее, но другое. То вот смотрите, смрити – это то, как я себя чувствую, кем я себя считаю, в чем я убежден, мое внутреннее убеждение. Я человек, ну я такой нормальный мужик. Или я тот-то и тот-то, у нас разные, смотрите, мы сейчас разные варианты с вами попробуем посмотреть. Врити – это мотив, чего я хочу, к чему я устремлен, какие мои желания. Дришти – это мой взгляд. На востоке говорят, каков ваш взгляд, таков и мир. Или по-русски говорят, красота в глазах смотрящего. Если взглядом я замечаю хорошее, то тогда и мир вокруг меня хороший. Это вот это Дришти – взгляд, видение. Крити – это действия, поступки. И Сришти – последнее, это весь мир, который меня окружает. Мои близкие, моя работа, все-все-все, с утра до вечера. Ну, смотрите, вот попробуем посмотреть, как вот эти вещи взаимосвязаны. И помните, да, в айсберге я сказала, на дне айсберга, то, что определяет движение айсберга, это вот эти две вещи. Сейчас я вам это попытаюсь доказать. Смотрите, вот, например, у меня Смрити, я учительница. Если я считаю… Смотрите, это социальная идентичность, роль в этом беда. Не обязательно социальная, может быть, половая, может быть, какая-то вот… Я буддист, поэтому у меня все вот так вот. Идентичность какая-то. Да, 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 да. То есть с какой-то ролью. Да, да, да. Вот я учитель. Устремления в Рити тогда у меня какие будут? Куда бы я ни пришла, если это мое очень сильное, да, с Мрити, то тогда я хочу учить. Знаете, вы вообще вот со своим ребенком как-то неверно себя ведет. Я вам честно скажу. Вообще-то тут не мой класс, я не учитель, но я совет дам. Потому что я учитель по жизни. Вот так вообще не сидят. Некрасиво. Так себя не ведут в театральной студии за плечами. Да? Вот это мое устремление и желание осознанно, чаще всего неосознанно, бессознательно. Я учу. Я учу всем своим видам. Да? И тогда мой взгляд, он какой? Кого я вижу перед собой? Кто передо мной? Или люди, которые либо умеют себя вести и воспитаны, либо вообще какая-то полная бестолочьи. Который меня раздражает. Ну что вообще за люди пошли, за молодежь вот такая? Вести себя не умеет, никого нормально не научили. Да? Вот это мой взгляд. Я вижу. Я разделяю сразу. Да? Крити действия мои какие? Я комментирую, я критикую, и я, да, как бы мой вот такой вот общий настрой, он такой. То есть я получаю. Вот это мое главное действие. Куда бы я ни пришел, я получаю. Ну вот сейчас много очень таких комментаторов в интернете, их даже хейтерами называют. То есть, а что-нибудь, вот я обязательно свои пять копеек сейчас ставлю. И тогда мир, каким, да, какой мир вокруг меня? Радостный он, счастливый, я в нем что-то могу? Или вот эти вот все, вот все тут определили, а я вот страдаю. Хотя у меня такое воспитание вообще, чуть ли там, не знаю, курсы благородных девиц закончила, и все такое. Вот этот мир я создала своим смрити. Кто я? Давайте другое смрити возьмем. Например, я русская. Я очень люблю Россию, очень люблю. Я очень горжусь тем, что я русский. Да, и, например, вот я это отследила, батюшка что-то сказал, у нас вообще Россия, вот это, позвольте, мое внутреннее. Что, что, что? Позвольте. Моя это идентификация, да, она почувствовала, по ней так маленечко, так скриженули, так, как это вообще? Как посмел. Да? Ну, нет, как посмел, то нет, немножко так мягко, ну, вот оно сознание мое. Чего я хочу, как русская? Я русская, я люблю Россию, я патриот вообще. Я не националист, ну, вот у меня такое сознание. Да? Я хочу, чтобы в России все вообще хорошо было, и чтобы русским было нормально. И тогда, да, мой взгляд, какой он будет? Я, например, набираю на работу людей. Пришел русский, не русский, кого я возьму? Даже не спрашивайте, я возьму русского. Почему? Спроси мне, я не знаю. Миллион причин будет, но я выберу русского. Да? Действия тогда мои какие будут? Я сажусь в автобус, сидят русский, не русский, я сяду рядом с русским, потому что вот эти вот, понаехали, мне вообще не нравятся. Вот эти, да? Как их? Азеры, или что там говорят? Как? Мамбек. А, мамбек. Да, ты что-то. У меня была такая ситуация, у меня были очень хорошие такие друзья, брат и сестра в Вологде, и однажды они ехали в соседний город, и меня по дороге завезли ко мне домой. Мои родители очень такие приветливые, гостеприимные люди, и они, я им говорю, давайте зайдем чай попьем, я хочу вас с родителями познакомить. Они говорят, давай, зашли. вот они попили чай, пообщались, очень они такие интеллигентные, и очень много мне помогали в жизни, и мои родители об этом знали. И когда они уехали, я говорю, мама, ну как тебе мои друзья? И моя мама сказала, узбеки как узбеки. И тут я поняла, они узбеки. И если бы я в тот момент сказала моей маме, что то смрите, которое в ней сильно, и из-за него ее отец мой дедушка четыре года провел в трех концлагерях Германии, она бы не поверила мне. Но связь здесь очень серьезная. Да? Да, как раньше рубили руку вне зависимости от того, ты украл колосок или целый мешок. Воровство это воровство. То есть здесь такое сознание, да, действия могут быть какие-то аккуратные, небольшие, но могут быть и очень серьезные. И мы все знаем, к чему это может приводить. И мир тогда вокруг меня какой? Враждебный. до тех пор, пока вот эти все у нас тут, мне нехорошо. А эти все время, значит мне нехорошо все время. Мой мир вообще никогда не счастливый. И я думаю, что это из-за них. Давайте другой смирите, посмотрим. прям. А можно прям напротив этих вот прекрасных написать? Словно писать русские. Именно, чтобы нам легче ориентироваться и потому что сразу жесть. Алина. Да. Можно? Арина. Арина, извини, пожалуйста. Смирите. Смирите. Это. Идентично, да? Это мое сознание. или осознание. Кем я себя считаю? Во что я верю? Мое сознание. У нас только один здесь. Слушай, но мое сознание в смысле, кем я себя осознаю? Да, кто я? Кто я? Идентичность. Идентичность. Да. Кто я? Врите. Это мои устремления и мотивы. Чего я хочу? Желания мои. Дришти. Это мое видение и мой взгляд. Как ты красиво пишешь. Это в значении ценности или что? Что я вижу? Каким я вижу? У вас мировоззрение? Видение, взгляд? Нет. Мировоззрение, оно, наверное, все-таки больше вот здесь и здесь. Здесь уже больше практика. В глубине айсберга? Нет. В глубине айсберга. Это самое дно. Это то, что двигает весь айсберг. Крити. Это поступки. И сришти. Это окружающий мир. Это восприятие окружающего мира или какой мудрец создают? Окружающий мир, да. И интерпретация мира. Как? Можно сказать, да. Это мое восприятие мира. В каком мире я живу? Потому что каждый из нас в своем живет. Да, даже. Дришти от сришти. Дришти от сришти. На востоке говорят, взгляд, каков взгляд, таков и мир. Красота в глазах смотрящего. То есть, вот это определяет это. Но на самом деле, из-за дришти еще глубже вещи стоят. То есть, про них тоже я расскажу. Это на пирамидку логических уровней очень похоже. Да. На что? Пирамидку логических уровней. Но это и в другом концептуальном схеме. Суть такая же, да. Очень-очень ценный. Вот смотрите. Я женщина. Или я мужчина? Я женщина. Чего я хочу, как женщина? Мне нравится, нравится. Мне так приятно, когда я нравлюсь, когда внимание ко мне такое, да. Причем, вот если, например, Марина на меня там с любовью смотрит, ну мне как-то это не очень так. Но батюшка как-то. Или Стас. Я рада. Да. Помните эту картинку в книжке о жестах «Идут мужчина и женщина по пляжу?» Чук-чук-чук. Увидели друг друга. Вот это очень яркое проявление сознания «Я женщина, я мужчина». А значит, мне хочется произвести впечатление и понравиться. Получить это внимание, эту энергию внимания, да. Можно перевести романтическим языком «Мне очень хочется любви». Мы вчера разговаривали перед сном. Я рассказала историю о одной своей подруге. У нее были отношения с мужчиной. Они жили далеко друг от друга. И в какой-то момент она говорит, «Ты знаешь, что-то мне звонит, какую-то ерунду сегодня рассказывает, машина, работа что-то». Я говорю, «А ты что хочешь-то?» «Ну, понимаешь, мне надо, чтобы он три раза в день мне звонил утром, после работы и вечером и говорил о своей любви ко мне». Я говорю, «Тогда тебе нужен андроид, его можно настроить, даже по часам, ровно тогда, когда ты хочешь и ровно то, что ты хочешь». Но это живой человек, его нельзя запланировать. Вот это мое вред, я хочу вот этого, а не вот это вот все. Я девочка, и я хочу туфельки, а не вот это вот все. Дальше. Дришти, взгляд мой какой, кого я вижу. Спасибо большое, Даша. Кого я вижу? Я вижу, а какой молодой, красивый Ваня сидит, а сколько в нем энергии. На Ваню я смотрю с радостью. А вот Арина, она близко с ним села, меня как-то это уже смущает. Потому что тогда, внимание Вани рассеивается. Мне уже не очень нравится. То есть, да, у меня есть определенные критерии. Люди, которые мне в принципе интересны, от скольки до скольки. Узнаете, как на сайте знакомства, какой диапазон? Какие страны, какие языки, что хотите? И есть те, кто мне в принципе не интересны. Прикол, я не буду вот это вот изображать. А можно расслабиться, и в холочке, нормально? Потому что я хочу произвести это впечатление. И это сознание, это устремление мое, в ритм, мой мотив, он проявляется в моих действиях, в моем взгляде. и действия мои тогда какие? Я буду очень-очень много уделять внимание тому, во что я верю, что это нравится мужчину. Ноготки обязательно привести в порядок. Спросите их, они замечают эти ноготки? Что это вообще там? Поэтому столько анекдотов про это. Ты не заметил, дорогой, что изменилось? Он говорит, ты что, прическу новую сделал? А она уже противогаз надела. Потому что, да, больше всего, например, мужчина, он ценит состояние, да, которое он сам и чувствует рядом с этим человеком. Это очень ценно и дорогое. Действие. То есть, мне тогда нужны какие-то красивые платья, что-то вот такое. Не обязательно. И тогда мой мир какой он? Когда кто-то обращает на меня внимание, я очень счастлива. У меня вообще все прекрасно. Потому что регулярно я пользуюсь вниманием, тех, у кого бы я хотела такие чувства вызывать. А если этого нет? Короче, жизнь не удалась. Я зависим, да, от этого. Неплохо быть женщиной, неплохо быть педагогом, учителем, неплохо быть русским. Это в роли. Я их играю. Да? Но насколько сильно они определяют мой мир? Да? В каком я живу? А теперь давайте попробуем вот то, что мы начинали с вами два утра. Да? Я душа. Я душа, я энергия, я свет. Я бриллиант живой, я герой, душа герой. Я божественная в себе, да, обладаем изначально по праву, потому что я создание такого создателя, который, ну, кроме шедевров, ничего не создает. Даже если вы думаете, пока что вы не шедевр, то там-то ошибок не было. шедевр, который думает, что он стоит три копейки. Вот, я душа, это мое сознание. Тогда какое мое стремление, чего я хочу? Вот если вы эти два дня практиковали и потом в течение дня к этому возвращались, то какие устремления тогда? Какие мотивы, чего я хочу, как душа? соединение свящим. Соединение свящим. Продолжать большее качество. Быть собой. Быть собой. Да? Я хочу сам быть светом, быть собой. И мне очень нравится, когда другие тоже могут быть собой. Потому что я вижу, как меняется красота. Если у человека есть жесткая какая-то отождественная, является ли это быть самым. Быть женщиной, быть русскому, это же просто роли. А быть собой, это значит себя-то откопать из-под этих ролей. У нас же обучают ролевые игры играть. Идти с собой, это вообще опасно. И где критерий, что я нашла, нашел себя. Вот ты рассказываешь, например, если женщина, нравится мужчина, если мужчине нравится, а я живу, какая мне там, смотрите, почему у меня нет такой темы, нравится, мне вообще не парит, нравится я дима, я просто живу себя и все. Объясни мне, пожалуйста, возлюбленный учитель, какое у меня в рите и все остальное. очень многие вещи, вот почему я с айсберга начала, они находятся в сфере бессознательного, подсознательного, то есть это, я привела очень грубые примеры с мрити, очень грубые, но даже и они, как мы можем по людям, которые видим, увидеть, что даже эти с мрити, они не осознаются, хотя они очень грубые. Когда мы начинаем какой-то вообще путь в духовность и в себя, к себе, то там вообще вот это с мрити свои иврити отследить могу только я сам себе. То есть, может, если бы я поставила задачу, например, если бы ты ко мне обратился и сказал, Галя, помоги, я запутался вообще, кто я, чего я хочу, я бы сказала, хорошо, давай мы же к вам посидим, я тоже попробую как бы подключиться к тебе и понять, но я для этого очень мало знаю тебя. Пока. Но такой опыт тоже, например, у меня есть, вот когда я с родителями сейчас работаю и когда они хотят своему ребенку помогать, то я пытаюсь именно в этих двух вещах у них разобраться, что там. И тогда получается, ну, о душе получается, да, взгляд у меня какой-то. Вот чего я хочу, я хочу быть собой, чтобы другие тоже могли быть собой. Счастливыми, наполненными. Взгляд мой тогда какой? Кого я вижу перед собой? Я не вижу, красавчика вот этого. Ваня, я тут, да? Я и душу вижу. Это душа. А красивее души вообще ничего нет. Поэтому я любуюсь. Но и тут я вижу душу. Да? Хотя состояние разное, и я это вижу. Но это не значит, это душа лучше, это хуже. У этой души своя какая-то ситуация, своя история, у этой своя. Я могу это принять, понять. Потому что все в своих путешествиях, да, помните, как в сказках. Сколько он железных сапогов стоптал, сколько он посохов железных, да, пока ходил. То есть, сколько душа рождений приняла, и в каком состоянии она, бедняжка, вообще пришла, и как она стоять может на своих ногах, еще и улыбаться. Это чудо просто. Да? И тогда, да, вот мой взгляд, он меня не заставляет, да, как бы не приводит к тому, чтобы я сомневалась в каком-то, пережила. А как он на меня посмотрит? Вот то, что, например, я отметила в прошлый раз, когда я приезжала к батюшке, да, на меня это очень сильно влило. Кто батюшка, а кто я? Ну как я тебя еще? Он великий такой, а я кто? Никто зовут меня никак. И когда вот мы сели первый раз, когда я пришла, да, я вот зашла, и у меня так люди так много, я никого не знаю. И я так, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Стоп. Что ты волнуешься? Люди, люди, душу сидят. Ой, батюшка сидит. Восемь лет мне. Сидит. Душа сидит. Такая красивая. Сидит, пускай сидит. То есть, легко удалось от этого отойти. То, что очень сильно влияло, да, для меня, например, это было сильным уроком. И я понимаю, ааа, значит, я за это время силы-то поднабралась. я стала сильнее, потому что я видела, в чем я не сдавала, а тут сдала. И мне это взаимодействие на этом уровне, свой какой-то экзамен внутренний, то есть, мне это очень не нравилось состояние, чувствовать себя, да, как бы вот, ну, человеком второго сорта. То есть, не такой, не такой успешный, не такой мудрый, не такой достойный, каким я чувствовала тебя. А сейчас нет этого. И какая красота этих отношений, для меня теперь тоже, да, ощущения на равных. Тогда действия мои какие? Я буду искать способы дать этому истинному, такому настоящему, проявляться. я художником буду становиться. Вот мне в этом смысле история Стаса очень нравится. Я очень любуюсь им. И вот, наверное, кто знает Стаса? Кто-то знает. Стас, это вообще мегачеловек. Я мечтала его увидеть. Честно говорю, я мечтала... В прошлый раз? Нет, мы не виделись никогда, я только в интернете его видела. Но я, если вы посмотрели, сколько раз я заходила на его страницу, вы, наверное, подумали бы, что я, смотрите, женщина была. Но нет. Нет, крылышки. Потому что мне очень интересно, да, как эта душа раскрывалась и расправляла свои крылышки. И как она не только расправляла свои, но как она помогала расправлять эти крылышки другие. Через ту энергию, которая была ближе всего. Танец, движение. И я прямо думала, когда-нибудь я тоже попаду. и вот так вот. Я несколько видео посмотрю, как этот человек двигается. Это же какая-то фантастика. Понимаете? То есть это меня тогда радует. Я не думаю, а вот эти так уже машину купили, вот уже и квартиру, а я вообще до сих пор даже не замуж, у меня даже детей нету. Ну что за жизнь такая? Нет. Я радуюсь, я могу радоваться, да, действия тогда такие. И любая история, она для меня урок. Знаешь, как мне нравится Шалва говорит, там, Монашвили, мой учитель, никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый тебе учитель. Это кто-то из вас думает, вот она такая учительница пришла. Сколько я у каждого из вас здесь дела? У каждого. С кем пообщалась? А у меня была удача со всеми с вами немножко пообщаться, чуть-чуть с каждым. Мне повезло больше всех. Вы, наверное, с каждым так не пообщались, но я пообщалась. А это уроки очень ценные, потому что у меня другая история, история этой души, даже если она не сказана, эта история, она трогает сердце. И тогда мир вокруг меня, какой он, если я душа, если я разрешаю себе быть душой. Но при этом я душа, тело-то русское. А внешность, говорят, мне очень многие люди говорят, вы как индианка так выглядите. можно ли сказать, что твоя смиритель это душа? Это то, к чему я стремлюсь. То есть очень много во мне этого осознанного. Вот то, что ты сказал, у нас храм осознанного сердца. Так очень сильно, да. Не просто сердце, не просто чувства, не просто какие-то эмоции, а осознанные. осознанные. Не так вот, как волна, я пришел, ой, так было классно. А как потом это повторить? Вот когда, например, ты говоришь, ой, медитации вот ты проводишь, а и вот комментарии какие-то, да, я им делал, то, что я в университете в духовном научилась, брахмаку марис, и люди некоторые, когда послушают медитацию, они знаете, что говорят? Они говорят, там музыка такая особенная была, меня так прям зацепило, скинь музыку, а, пожалуйста. Или еще пришли текст, тоже другая крайня. Я говорю, не сработает, потому что там была энергия, состояние того, а оно создается, понимаете? То поэтому, заканчивая на этом нашу лекцию, я говорю, мы пытаемся сейчас, да, политические системы, какие-то финансовые там, я не знаю, величины в мире, мы пытаемся вот это изменить, думая, что вот это вот, кредиты, действия изменят наш мир. Вот если этот будет правильно себя вести, тогда все хорошо, чиновники не будут воровать, мир прям сразу вобудет, не будет, не будет. Мой папа, когда критикует чиновников, я говорю, папа, смотри, на своем маленьком уровне, твоя, например, черта там, быть нечестным, то есть, что-то себе там прибрать, если лежит. В твоем, в твоих возможностях лежит немного, но ты не удерживаешься, чтобы это взять. Если есть такая, да, черта характера, и когда лежит много, то происходит то же самое. Да, мы ругаем кого-то, мы недовольны кем-то, мы думаем, вот если бы, как у меня племянник говорит, так стрелять всех надо, и все, просто пострелять всех, очередную революцию сделаем, и все будет круто. И он реально в это верит. И мир будет вообще нормальный, ненужных отстреляем просто, да, а мир, сколько здесь, не крути, да, как вот здесь, вот какие перемены мы бы не производили, как нас в школе в начальном учили от переменами слагаемых, сумма не меняется. Ну, как вот, есть даже такая, женская такой анекдот, хочешь счастья на неделю, смени прическу, хочешь на месяц, выйди замуж, хочешь на год, сделай ремонт. Смешно, но в этом что-то есть. То есть, это все перемены вот тут, можно это менять, но айсберг не двинется. А когда я начинаю из вот этого, то есть, вот сегодня, да, мы говорили, а как это практиковать, какие фишечки, расскажи, какие фишечки ты пользуешься, какими фишечками. И родители, вот когда приходят на консультацию, они говорят, ну скажите, вот что такое, прям волшебное такое, сказать своему ребенку, он сразу такой, хобана, и пошел, и пошел, и слушается. И вот так, ой, как Ромаисит. Нет таких слов, потому что это здесь. А чтобы было здесь, надо начать здесь и здесь. Мне начать. Тогда мой мир изменится. И даже если кругом будут одни бандиты, ко мне притянутся другие люди, возможно. Поэтому самое первое, да, это для меня, например, то, чему я тоже в университете научилась, и у многих учителей, с которыми я встречалась, самое первое, то, с чего начинаем мое утро, это кто я. и мотив, проверяй свой мотив, да, например, батюшка меня позвал сюда, приезжай. Я думаю, а чего я хочу вот от этой поездки? Есть ли мне что-то дать? Или я хочу взять? Я хочу взять, я хочу и отдать, хочу, чтобы баланс был. Да, потом я смотрю, чем я могу поделиться? Вот про это, про это, про это, про это. И если мотив, да, чистый такой, то все остальное, оно само приходит, да, люди, средства, все-все-все, складывается. Да, я вам сегодня, после завтрака, рассказывала, что как батюшка не сказал, мы тут смотрели сериалы, сит, раму, там, этого-этого, что-то мы запутались, то можно нам приехать, про Индию это все рассказать? Я думаю, но я так-то эти сериалы не смотрела. Не, не сказала, что не запутались, как, расскажи про праздник. И про это тоже ты сказал, мы смотрели. Ну, может быть, слово немножко было другое, но я так вас приняла. Не, не, не запутались, захотели прям тебе. Хорошо. А праздники индийские только полно. Меня захотели, тоже. Ну, то есть, очень часто мы говорим, да, вот, добрыми намерениями выложена дорога в ад. Почему? Мотив изначально взять, помните, мы говорили вчера, я хочу, дай мне, из пустоты здесь, дай мне что-нибудь, дашь вы желание или нет, или дальше спать будешь. Дай, или я что-то даю, что я вложу в это, когда я получаю. Поэтому, когда я начинаю с этого, есть такой, вот, все, кто родители здесь, и кому вот эта тема интересна, я очень вам советую, такой педагог удивительный, Артем Соловейчик, и Симон Соловейчик, он в свое время в Комсомольской правде писал такие колонки про воспитание, то вот он говорил, что, ну, правда, мы так с детьми мало общаемся, мы все время заняты, а как же нам их воспитывать, как на них повлиять? И он сказал, самое сильное, что влияет на ребенка, это ваши к нему отношения, даже за миллион километров он чувствует ваши отношения, ваши отношения, это то, что его бережет. Показывает. Понимаете? Потому что это то, что создает атмосфера очень сильно, влияет. То вот это то, что я хотела вам рассказать, немножко индийское и русское, и разное, батюшка. И сегодня у нас с вами такой праздник удивительный, да?